Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Сегодня мы будем беседовать на тему «Как научить ребёнка молчать». У нас в гостях философ Марина Михайлова, преподаватель Русской Христианской Гуманитарной Академии. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, Марина! Вы знаете, когда я задумывалась над тем, как звучит наша тема «Как научить ребёнка молчать», я почему-то сразу представила строгую учительницу, которая очень хочет, чтобы была тишина в классе. И мне показалось, что даже у самого заголовка есть какой-то негативистский подтекст. Как будто бы молчать ребёнок должен только в каком-нибудь образовательном учреждении, и это непременно для него тяжело, сложно, и уж родители точно об этом не должны заботиться, потому что как-нибудь он потом освоит навык молчания, узнает, что молчание – это золото. А обучать его надо исключительно тому, как говорить, как задавать вопросы, и всю эту деятельность нужно активно поощрять. Но мне кажется, здесь где-то есть подводные камни. Попробуйте меня убедить, что действительно ребёнка надо учить молчанию. Марина, я очень рада, что вы задаёте этот вопрос, потому что как раз я хотела начать с того, чтобы мотивировать, для чего нужно научить ребёнка молчать. Ведь наша цивилизация, в которой мы живём сейчас, это цивилизация такого непрерывного и довольно агрессивного высказывания. И это понятно, почему это так. Потому что кто держит слово, тот имеет силу. Всегда говорящий, он как бы сильный. Право на слово даётся тому, кто сильнее. У кого больше авторитета, у кого больше власти и так далее. И поэтому вы правы совершенно, что наша цивилизация, она во многом ориентирована на то, что мы должны научить детей говорить. Говорить много, говорить красиво, правильно выражать свои мысли. Отставить свою позицию. Отставить свою позицию, конечно. Но если эта позиция не уравновешена тишиной и молчанием, то в какой-то момент она становится невыносимой. Она становится невыносимой, во-первых, для окружающих. Потому что я всё-таки, как все люди, немножко эгоистка. И поскольку я уже давно не ребёнок, то я смотрю на эти вещи, как взрослый человек, которому приходится находиться в обществе детей. И вот эти непрерывно говорящие дети, демонстративные, которые захватывают всё время и внимание своих родителей, которые трещат не умолкая, которые просто упоены собой и вот такой собственной презентацией, это, во-первых, признак плохого воспитания. Плохого. Потому что любой диалог возможен только тогда, когда мы с вами даём друг другу место для высказывания. Когда мы готовы не только много говорить, но и послушать другого человека. Потому что иначе полноты жизни и какой-то красоты общения просто не будет. Поэтому мне кажется, что научить детей говорить, это без сомнения важно. Но зрелая речь, ответственная и по-человечески достойная, она вырастает именно из этого равновесия, баланса, молчания и слова. Не менее важно для человека научиться всё-таки именно молчать. И мы, как родители, вы совершенно правы, не можем это передоверить учительнице. Потому что я помню своих учителей, которые, может быть, от усталости, может быть, уже от молчания, они так орали «Тишина в классе!» И так указкой ещё или линейкой какой-нибудь, да, по столу постучат. Но ведь этим невозможно научить человека молчать. Скорее отбить охоту. Да, можно заткнуть его на время, насильственно вызвать прекращение речи. Но от этого насилия, стремления высказаться, и, может быть, высказаться резко и более агрессивно, оно же растёт. Да, это, разумеется, так. Но вот я вчера попыталась в интернете, в родительских сообществах всевозможных, посмотреть, как на это смотрят родители, которые воспитывают своих детей вот прямо сейчас. И вы знаете, оказалось, тема совершенно непопулярна. Её периодически озвучивают, но беседа не разворачивается. Даётся 2-3 совета, никаких дискуссий, и, в общем, всё угасает. То есть я так поняла, что запроса у родителей на это практически нет. То есть мы даже и не думаем о том, что это необходимо. И вот вы говорите о мотивации. Действительно, а можно ли вот сейчас современных родителей как-то замотивировать, как им объяснить, что это нужно делать именно в детстве, что это само собой не придёт с возрастом? Да, да. Но, знаете, есть такая поговорка латинская про то, что никто не может дать другому то, чего у него нет. Если сами родители не испытывают вот этой потребности в тишине молчания в каком-то особенном времени для себя, когда мы не функционируем, и когда мы не заняты какой-то жизненной деятельностью, борьбой, там ещё чем-то, а когда мы просто существуем. Вот если у родителей этой потребности, этой культуры тишины и молчания нет, конечно, они не могут представить себе даже, что им следует передать это своему ребёнку. То есть проблема-то в чём? Проблема в том, что наши дети, они же не инопланетяне, которые откуда-то высаживаются, и потом начинают нам портить жизнь, да? Потому что сначала мы выращиваем вот таких детей, в том числе поверхностных, демонстративных, агрессивных. А потом мы говорим, ну надо же, какие у нас ужасные дети. Потому что эти качества, которые мы поначалу выращиваем, казалось бы, для того, чтобы ребёнок, ну, например, занял достойное место в жизни, да? Типа, если ты будешь таким молчаливым тихоней и созерцателем, то жизненный пирог поделят без тебя, и всё самое лучшее тебе не достанется. И мы хотим, чтобы он научился быть таким активным, всех как-то так раздвинуть локотками и занять место. Но потом он поступает так по отношению к нам. И мы тогда начинаем говорить, а, какой ужас! Но это мы же его так научили жить. Поэтому, конечно, прежде чем научить молчанию своих детей, было бы очень неплохо, если бы мы сами, как родители, поняли, для чего молчание необходимо человеку, какое место оно занимает и в культуре взаимоотношений, и в такой внутренней культуре личности, в моём внутреннем мире. Для чего мне нужно молчание? Так для чего? Вы, как философ, порассуждайте на эту тему. Да, но можно я сначала у вас спрошу? А вот вам приходится молчать? Вы любите молчать в каких-то ситуациях? Да, я люблю, но мне кажется, что это побочное действие моей профессии. Я на работе достаточно много говорю, и поэтому у меня есть потребность в молчании. Иногда даже друзья это замечают и говорят, неужели ты действительно журналист, потому что я в компании стала отмалчиваться. Мне нравится быть наблюдателем. Это самая такая поверхностная функция молчания для меня. То есть я так просто отдыхаю. Ну, кроме того, конечно, молчание необходимо, чтобы немножко подумать, чтобы улеглись мысли. К сожалению, вот внутренний диалог, он всё равно достаточно активный. Уже молчание надо своё углублять. Ну, вот, собственно говоря, это, наверное, первое, что мне приходит на ум, когда вы задаёте мне этот вопрос. Спасибо. А вот вы сказали две вещи прекрасные. Во-первых, молчаливый человек, он может наблюдать, он может присутствовать. И согласитесь, что иногда очень приятно побыть, ну, например, среди праздника какого-то, просто наблюдателем. Вот у меня иногда случается, что я попадаю в какую-то многолюдную компанию, и там можно и потанцевать, и повеселиться. Но мне так нравится смотреть на людей, вот на их лица, да, на то, как они радуются, как они разговаривают друг с другом, что мне очень приятно, ну, может быть, там, не весь вечер, но какое-то время побыть вот в этой позиции молчащего, слушающего, присутствующего человека, да. И эта позиция, она очень хороша, потому что она даёт нам возможность быть в гармонии с другими, ничего не разрушая, и познавая действительно мир, не вмешиваясь в него, как бы так, да, это во-первых. Во-вторых, вы сказали хорошую вещь по поводу того, что молчание необходимо, чтобы понять самого себя. И в этом есть очень много правды, потому что, конечно, человек познаётся в отношениях. Это понятно, да, нам нужен другой для того, чтобы понять, какие мы. Но в то же время, если я постоянно нахожусь среди других, если я всё время втянут, включён в какую-то, как молодые люди говорят, движуху, да, то у меня не остаётся шанса успокоиться и вот прожить тот отзвук, тот вкус, который оставляют во мне эти отношения, да. То есть для человека, как мне кажется, очень важен вот этот момент побыть самим собой. Тем более это важно, например, для человека семейного, потому что наша передача для родителей, да. Родители — это люди, которые вынуждены по своему статусу жизненному находиться в компании своих детей, своих супругов, своих родителей, потому что родители, они сами дети во многих случаях, да. И вот именно для того, чтобы как-то больше и крепче любить и понимать своих, мне нужно иногда от них отстраняться. То есть получается, что молчание — это такое привилегированное время человека с самим собой перед Богом или перед лицом мира. Если мы говорим о человеке невоцерковлённом, может быть, его слово «Бог» может как-то напрягать, но всё равно побыть вместе с жизнью и с самим собой, да, и послушать, вот что происходит во мне. Я помню, как когда-то читала замечательную книжку о воспитании детей, но я уже была многодетной матерью и немало, конечно, сделала ошибок, и вдруг я в этой книжке читаю прекрасную вещь про то, что если вы видите, что ваш ребёнок просто лежит на диване и смотрит в потолок или там изучает узоры на обоях, что вы сделаете? И я реагирую, ну как? «Я подойду и взбалю». Бездельник. Конечно. «Ты что, лежишь?» «Займись чем-нибудь». «Вон, сделай что-нибудь полезное, давай, вставай». А этот прекрасный автор, не помню, чья была книжка, по-моему, какой-то английский педагог, она говорит, что оставьте его в покое, потому что в этот момент человек находится в состоянии покоя и созерцания, он растёт, он воспринимает жизненные впечатления, они укладываются в нём, потому что человек не может только функционировать. Это как если бы мы посоветовали людям делать только вдох или только бодрствовать. Ведь наше тело, оно очень уравновешено. За вдохом следует выдох, за бодрствованием должен последовать сон и отдых, иначе мы не сможем. А почему же мы тогда хотим от себя только слово, только поступка, только… Действие. Да. Понимаете? Поэтому научить ребёнка молчать, это означает, если угодно, научить его быть личностью, которая независима от внешних обстоятельств, от мнения других. Научить человека жить самим собой, не только на глазах другого и ради другого, но быть самим собой перед Богом, перед лицом бытия, если угодно. Ну вот, мне кажется, ребёнок, который лежит и просто размышляет, вот мне сразу представляется подросток. А маленький ребёнок, да, мне представляется вот такой вот говорилкой, ходилкой и вопрошалкой. А в каком же возрасте ребёнку надо объяснять, не только показывать своим примером, то вот молчание – это хорошо, что наблюдать – это приятно. А может быть, надо ещё что-то делать, кроме как свой пример демонстрировать? Я понимаю, что пример всегда самый убедительный. Конечно. Может быть, есть ещё какие-нибудь методы. Или объясните, в каких жизненных ситуациях можно проакцентировать внимание ребёнка. Вот смотри, сейчас я молчу, и это хорошо. Вот сейчас я наблюдаю, и это правильно. Да. Ну, я попытаюсь вам привести какие-то примеры. Знаете, даже маленькие дети, они иногда затихают, глядя на что-то прекрасное или интересное. Вот у нас с вами такие прекрасные картинки, да, где люди смотрят на воду, например. На чаек у вас за спиной. На чаек. Ну, везде вода. Заметьте, что вот три картинки созерцательные. Вот мальчик, здесь двое ребят, и опять же маленький человек, стоящий на берегу залива или озера. Везде вода. Вот Иосиф Александрович Бродский, прекрасный поэт, он воду очень любил, назвал её водичкой. Любил Венецию, кстати, по этой причине, потому что там лагуна, которая является центральной площадью города. На неё же можно бесконечно смотреть, она всё время разная. Так вот, Бродский, да, он говорил, что вода, она подобна самой жизни, потому что она всегда та же и всегда разная. На неё можно смотреть бесконечно. Так вот, даже очень маленькие дети, они иногда замирают, глядя на что-то очень красивое или очень интересное, или очень удивительное и странное для них. И в этот момент очень важно, мне кажется, не трогать ребёнка, а просто побыть рядом с ним, да, как-то его приобнять, посмотреть, как солнышко садится за край леса, например. И потом, может быть, напомнить ему о том, что вот мы пережили какую-то красоту, да, как это хорошо. Потому что самое лучшее на белом свете и самое драгоценное – это то, что всегда с нами, и то, что бесплатно, потому что… Ну, никто не может нам с вами продать билеты на закат солнца там, да, или на прогулку по набережным Невы. Но это то, что очень важно для человека. Вот поэтому вот так научить ребёнка, может быть, обратить его внимание на что-то прекрасное и посмотреть на это, не поучая, не развивая, потому что у родителей очень часто такое судорожное какое-то желание не упустить ни секунды. и вот как можно лучше образовать ребёнка. Помимо того, что нам надо образовать ребёнка, нам ещё нужно сохранить его нервную систему, да, и нам нужно сделать его не просто функциональной единицей. Счастливым человеком. А вот этим счастливым человеком. Другая ситуация, когда детям нравится молчать, и когда они готовы помолчать, это когда они что-то слушают или читают прекрасное. И вот тоже вы выбрали чудесные картинки, где люди читают. Вот там девочка, да, маленькая, вот другая девочка. И когда человек слушает, как ему читают родители, он научается вот этому искусству слушания другого человека. Это же такая бесконечно важная вещь. Кроме того, мне кажется, что очень важно научить человека, ну вот такому, как бы сказать, молчанию вежливости, да, потому что когда мы находимся в общественных местах каких-то, и в храме, и в музее, и ещё где-то. И просто в транспорте. Или просто в транспорте, да. То очень важно объяснить ребёнку, что мы среди других людей. И эти люди могут быть усталыми, у них может болеть голова, они могут быть заняты какими-то своими мыслями. И наши громкие разговоры, они могут нарушить вот эту тишину другого человека. Да. И научить человека быть среди других молча, глядя в окошко, или глядя на лица тех, кто рядом. То есть мне кажется, что вот помочь ребёнку вкусить этот прекрасный вкус молчания, потому что молчание — это приятное состояние. Да. Это могут родители, ну, разделяя с ним какие-то такие хорошие моменты. Конечно, для этого нужно внимание к ребёнку. Гораздо проще выполнять образовательные программы, потому что там всё написано, и давай по пунктам двигай. Но школа молчания — это школа внимания, прежде всего. Внимать и слушать — это же были синонимы, да, в старом русском языке. Теперь это выражение «внимательно слушать». Ну да, да, да. Вы знаете, вы обратили внимание на очень важную вещь. Вот я вчера, когда опять-таки вернусь к своему этому опыту чтения родительских формов, я поняла, что родители не отдают себе отчёт, и я, наверное, не отдавала себе отчёт в том, что вот это желание молчания в ребёнка-то вложено, а мы сами его подавляем в детстве. И вот сейчас, когда вы заговорили о книгах, я вдруг вспомнила, что действительно стоит ребёнку взять книгу, когда он ещё не умеет читать, он её хочет просто посмотреть. И мы, родители, вот я, например, лично подскакиваю сразу и начинаю, а это кто? А что он делает? То есть я сразу это использую, вот книгу, картинку, любопытство ребёнка, я использую вот в тех самых образовательных целях, чтобы научить его говорить, чтобы научить его подмечать всё, указывать мне нужные предметы. А почему бы не дать ребёнку просто поразглядывать картинки? Вот сейчас я об этом подумала. Спасибо. Ну да, потому что, когда он просто имеет дело с каким-то объектом, неважно, там, культурным или природным, то в нём запускаются какие-то собственные познавательные возможности, которые могут быть богаче, чем предлагаемые методиками. Чем то, что мы предлагаем, да. Я не хочу сказать, что не нужны никакие методики. Конечно, с детьми надо заниматься. Понятно, что мы взрослые, педагоги, мы можем очень много им дать. Однако же предоставлять ребёнку какую-то возможность быть просто человеком вот на земле под небом, быть таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы там его видеть, это тоже какая-то школа молчания. И это важно, потому что молчание — это смирение педагога, смирение родителя. Когда я предоставляю своему ребёнку возможность быть в тишине, вот опять же у нас такая чудесная картинка с девочкой, которая просто приложила там ручку к щёчке. На что она там смотрит? Да может, там вообще ничего такого... Муха по стеклу ползёт. Очень интересно. Не исключено. Но человек внутри себя и с собой. И вот это мгновение какого-то мира, этой внутренней такой тихости, это же тоже драгоценность. То есть в конечном счёте, мне кажется, что вот эта проблема молчания и тишины, она очень тесно связана с проблемой, как-то неудивительно, достоинства. Достоинства. Потому что вам наверняка приходилось видеть маленьких детей, к которым там взрослые обращаются, а этот маленький какой-нибудь двухлетний человек, он так стоит на своих ножках и так молча слушает. И не считает нужным что-то говорить. А потом вдруг он скажет «да» или скажет «нет». Но это будет такой силы высказывания. Бесомый аргумент. Потому что мы, к сожалению или к счастью, мы погружены в такие волны болтовни. Понятно, что иногда вот это говорение, эта болтовня, она нужна для того, чтобы смягчить среду, сделать её более комфортной. То есть это иногда бывает очень уместно. Но в целом, мне кажется, что лишние слова, они очень сильно засоряют внутреннее пространство. Вот я уверена, что у вас бывали такие ситуации, когда вы находитесь с человеком говорливым, и в какой-то момент уже хочется, ну, просто невежливость. Выключить. Да, бывает. Вот нажать на какую-то кнопочку, чтобы это прекратилось. То есть научить вот этой культуре дозирования. Дозирование, потому что мы с вами уже говорили о том, что слово и молчание — это как вдох и выдох. Это как две стороны одного и того же процесса. Если слов слишком много, мы перестаём их воспринимать и переживать всерьёз. Если их слишком мало, то тоже коммуникация будет какой-то затруднённой. Но для того, чтобы выстроился вот этот баланс, нам нужно, конечно, учить детей и самим практиковать не только искусство слова, но и искусство молчания тоже. Вот вы знаете, я не только по родительским форумам ходила, но я, например, обсуждала эту тему со своими коллегами, особенно с теми, у кого уже есть дети. И вот одна из моих коллег поделилась достаточно негативным опытом. Она говорит, что в детстве ей всегда взрослые говорили. А помолчи, когда взрослые говорят. Она этому прекрасно научилась. Это человек очень корректный, вежливый и склонный молчать. Даже, может быть, больше, чем нужно. Но она говорит, что теперь во взрослой жизни у неё постоянно есть вот этот комплекс. Она не может, например, поддержать беседу иногда. Не может своё мнение высказать, если её напрямую не спросили. Ей всё время кажется, что говорят взрослые люди, а она должна молчать. И ей всякий раз приходится себе говорить, ты тоже уже взрослая, ты уже можешь сказать. И вот такой травматичный опыт, наверное, всё-таки он травматичный, мне кажется, достаточно характерен. Конечно. Люди, которые молчат, это чаще всего не те, кто молчит, исходя из своего достоинства, а это те, кого вот так вот грубо научили молчать в детстве. Я с вами совершенно согласна. И, конечно, молчание, оно может быть очень разным. И, между прочим, вот когда я сочиняла там свою книжку про молчание, то я очень много работала с литературой. И обнаружила, что в заглавиях книг молчание очень часто появляется рядом с обозначениями каких-то маргинальных, подавляемых обществом групп. Да, там молчание в феминистском каком-то дискурсе очень часто возникает. Молчание там каких-то отвергаемых народов, замалчивание каких-то преступлений против кого-то и так дальше. То есть молчание — это как бы атрибут жертвы. Да. Да? И мы с вами с этого начинали. С того, что обыкновенный такой расклад заключается в том, что речь — это сильная позиция, а молчание — это слабая позиция. И действительно, молчание, оно может быть результатом угнетения и подавления. Это правда. Но при этом очень важно отличить как бы благое молчание от молчания дурного. И, конечно, мне кажется, что невероятно важно слушать детей. Вот это требует как раз культура молчания от взрослых. Потому что, согласитесь, что очень часто бывает так, что вот встретились две мамочки, у них там ребёнок у одной из них, у которого некуда деть, и вот они сидят где-нибудь в кафе или гуляют в парке, обсуждают свои взрослые проблемы, иногда настолько взрослые, что лучше бы ребёнку вообще не слышать. И они на этого ребёнка не обращают никакого внимания. И на самом деле это чудовищно невежливо, потому что ни одна из этих мамочек не хотела бы, чтобы так обошлись с ней. Да, взрослые люди так и поступают. Ведь это невозможно. Если мы втроём встретились, то мы постараемся третий человека... Вовлечь третьего? Совершенно верно. Это правило хорошего дома. Почему мы не соблюдаем это правило по отношению к детям? Да, и у меня вопрос. Ведь есть же какие-то темы, которые можно обсуждать даже с трёхлетним ребёнком. То есть или ты не бери его с собой на какие-то взрослые встречи, или постарайся построить встречу так, чтобы у него было какое-то место. Можно побеседовать с ним 5 или 10 минут, а потом уже выдать ему какую-нибудь карандаш и бумажку и сказать ему, ну, а теперь вот мы там с тётей Машей поговорим, а ты можешь пока порисовать кота или солнце или что-то. Но мне кажется, что вот это очень важно, потому что отсутствие права на речь — это действительно, вы правы, невероятно болезненный опыт, который потом очень трудно преодолеть, потому что у нас же формируются какие-то привычки. Мы все очень часто чувствуем себя маленькими детьми, потому что наше детство живёт внутри нас. Оно продолжает жить внутри нас. И поэтому некоторые психологи говорят, что очень важно нам, взрослым, полюбить своего внутреннего ребёнка и дать ему то, что этот внутренний ребёнок требует. И поэтому, может быть, внутренний ребёнок вашей подруги и многих других людей, у которых есть вот эта проблема с высказыванием, которые сомневаются даже во взрослом виде и достойном уже положении в жизни, в своём праве на высказывании. Очень важно как-то утешить этого внутреннего ребёнка, поговорить с ним и дать ему право слова. Спасибо вам большое, Марина, за эту прекрасную беседу. Действительно, очень интересно. С разнообразнейших сторон мы посмотрели на вопрос молчания. Я много для себя почерпнула полезного. Спасибо вам за хорошие вопросы, Марина. Ну что ж, надеюсь, что и нашим телезрителям она будет полезна. И теперь мы с вами прощаемся. Настало время. И с вами, дорогие телезрители, мы тоже прощаемся. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин